Дагестанец незаконно снабжал майнинг фермы по выработке Дагестанец незаконно снабжал майнинг фермы по выработке Дагестанец незаконного собрания Фикрет Раджабов задержан силовиками. Об этом сообщает ТАСС. Вчера у него прошли обыски, позднее он был задержан в рамках уголовного дела о преступном сообществе, деятельность которого связана с незаконным отчуждением земель. По словам источника претензий у следствия к Раджабову относятся к периоду его работы в администрации Махачкалы. В отношении правительства Дагестана возбуждено антимонопольное дело. Причина проста – неисполненное в срок предупреждения. До 25 апреля правительство должно было отменить протокол по разработке территориальной программы ОМС в части утверждения объемов медпомощи на 2019 год. Напомним, предупреждение было вынесено после анализа многочисленных жалоб и обращений от частных медклиник на необоснованное распределение финансирования по территориальной программе ОМС. Охотник за биткоинами принес ущерб ДАК электросетям на сумму 4,5 млн. рублей. Житель Хасавюрта незаконно подключился к сетям, чтобы питать электричеством целые фермы по выработке цифровых валют, которые он соорудил собственноручно. Но хитро выдуманный бизнес обнаружили полицейские, и теперь предпринимателю грозит за это тюремный срок. Подробности темы Узумрод Гамидовой. Самый выгодный майнинг – это майнинг на бесплатном электричестве. Этого принципа придерживаются мошенники во всех странах мира, в том числе и в России. Так поступил и предприимчивый делец из Хасавюрта. В этом заброшенном здании все словно из сцены фильма «Матрица». Здесь пряталась огромная фабрика по добыче криптовалюты. Весь ангар был забит специальными микросхемами. Именно для их охлаждения понадобились мощные вентиляторы в окнах. Как выяснилось, 36-летний мужчина арендовал два нежилых помещения в Новолагском и Казбековском районах республики, где и организовал криптоферму. Одна из мини-станций в виде трех трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю на территории лесничества. Для деятельности другой злоумышленник незаконно подключился к линии электропередач. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину мужчина не признает. Говорит, что за электроэнергию на одну из ферм он платил, а цех в Казбековском районе и вовсе не был запущен. За электричество платили, счетчик, все как бы, ну как подобает, то есть без каких-либо претензий. Но почему-то там выявили какие-то нарушения, будет уже решаться дальше, посредственно скажем. Судя по всему, мужчина планировал и дальше наращивать производство, поскольку все помещение было заставлено коробками с новым оборудованием. Теперь же он рискует отправиться за решетку по статье «Причинение имущественного ущерба». На подозреваемого возбудили уголовное дело. Он помещен под стражу. На сегодняшний день в Дагестане проживает множество семей мигрантов. Большая часть из них – этнические дагестанцы, решившие вернуться на землю предков. И часто они нуждаются не только в административной, но и финансовой помощи. Так, миграционная служба республики решила привлечь дагестанских бизнесменов в качестве спонсоров для оказания материальной помощи переселенцам. Подробности доброго дела в сюжете Патимат Ханаповой. Екатерина Павлова – гражданка Украины. Два года назад ее мужа офицера Вооруженных сил России перевели по службе в Дагестан. Сразу после переезда встал вопрос о получении российского гражданства. Выезжать за пределы страны каждые три месяца оказалось нелегкой задачей. При том, что несколько недель назад в семье Павловых родилась двойня – мальчик Егор и девочка Василиса. Каждые три месяца выезжать отсюда, сами понимаете, с детьми – не вариант. Тем более и работу мы здесь нашли. Я работаю в школе учителем. На данный момент в декрете. И начали заниматься оформлением документов. И на удивление, я вам скажу, много у нас с Украины, кто приехал в Россию. Знаете, я скажу, вот процесс у меня сама быстро пошел. Везде люди еще не могут оформить РВП. А здесь мы быстренько оформили РВП. Прошло полгода, подали документы на вид на жительство. И вот спустя годы, полгода мы получаем уже вид на жительство. И очень этим радует. На финишный прямой. Наконец-то это все закончится. Потому что, знаете, все равно как камень. На душе лежит, но когда же уже, все равно тяготит. Поздравить семью Павловых с радостным событием и вручить молодой маме вид на жительство, в Буйнакск лично приехал глава миграционной службы Магомед Магомедов. После исполнения всех административных процедур вместе с документом, Екатерине вручили и подарок – детскую коляску для двоих детей. Это святее вам. Спасибо большое. Кваритов, подарки для малышей. Спасибо вам большое. И лично от нашего министра, от мужчиного ведущего коляска. Большое спасибо вам за отзывчивость, за понимание, скорее всего. Очень мало, наверное, в нашей жизни осталось именно человеческого отношения, не в зависимости от чина, от должности занимаемой. Что вы все-таки входите в положение людей и делаете вот такие вот уступки. И тем более такие подарки так неожиданно. Спасибо вам огромное за это. Кроме того, сегодня конверты с материальной помощью получили семьи из Азербайджана, Узбекистана и Украины. Спонсорами выступили дагестанские бизнесмены Зиавудин Абдурахманов и Эдрис Шахназаров. Здесь инвалиды, которые потеряли здесь пальцы, ребенок, больной, это наша обязанность. Тем более, вот такой месяц мы как мусульмане обязаны помочь. Все инициативы, которые могут отразиться на положительном имидже нашей республики, они готовы поддерживать. Поэтому с удовольствием они откликнулись на эту просьбу помочь без каких-то малейших колебаний. Сказали, сделаем все, что мы можем, все, что требуется для того, чтобы поддержать наших земляков, наших мигрантов, которые хотят начать новую жизнь у нас в Дагестане. Отметим, что в Дагестане более 10 тысяч мигрантов проживают на постоянной основе. В основном они приезжают работать, однако патенты на трудовую деятельность получают лишь более 6 тысяч человек. Патимат Канапова, Дауд Гацана, в новости ННТ, Буднакск, Махачкала. Безопасность детей на дорогах накануне обсудили представители Министерства образования и ГИБДД по Дагестану. Умпазиль Амарова и Александр Шалагин во время рабочей встречи затронули вопросы усиления профилактической работы в школах и пропаганды правил дорожного движения. В частности, Умпазиль Амарова заявила, что до конца года Министерство закупит 95 единиц транспорта, но отсутствие контроля за этими рейсами вызывает у нее тревогу. В этой связи необходимое взаимодействие с госавтоинспекцией. Дух ушедшей эпохи работы гончаров и ковроделов. В Дербенте открылся этно-хостел. Его посетил глава Дербента Хизри Абакаров. Идея проекта принадлежит местным жителям. Ислам Раджабов и его брат Тельман переделали старый дедовский дом в небольшой атмосферный хостел с несколькими гостевыми комнатами. Здесь собраны старинные предметы быта и национальная утварь. Хостел открылся совсем недавно, но его уже успели посетить туристы из 15 городов России и 5 стран. В это замечательное место я приехал из Азербайджана вчера. И повезло мне остановиться, мне понравилось. Потому что я путешественник, я был в 58 странах мира и примерно более чем в стаходствах останавливался. И вот этот интересный подход, национальный очень, который вот здесь воплощен в виде вот этих всех артефактов, в виде ковров, в виде общей обстановки интерьера, мне очень понравилось. Хизри Абакаров заявил, что руководство города окажет поддержку в развитии проекта и отметил, что жители Дербента должны брать пример с таких энтузиастов, которые стремятся сделать свой город лучше и интереснее. В Республиканском центре русского языка и культуры открыли выставку «Русский угол». Она приурочена ко дню славянской письменности и культуры. Экспозиция представляет собой образец народного быта начала 20 века. Часть избы, красный угол, самое почетное место в доме, а также печь, лавка, стол и домашняя утварь. Целью выставки является приобщение к богатому культурному наследию. По мнению организаторов, знакомство с бытом и традициями русского народа позволит более полно представить себе картину ушедшего времени. Послужит укреплению дружбы между дагестанскими и русскими народами. Мы с большим удовольствием создали эту постоянно действующую экспозицию для того, чтобы любой желающий мог ознакомиться с предметами русского быта. В понедельник по субботу с 9 до 6 может прийти к нам и наши методисты Центра русского языка и культуры с большим удовольствием расскажут всем, кто сюда пожалует, о том, что представлено на этой выставке. Расскажут о традициях, расскажут об истории того или иного предмета, который представлен на выставке. Последние 14 дней Рамадана 240 дагестанских паломников проведут в Саудовской Аравии, выполняя обряды Малого Хаджа. Специально для этого из Махачкалы в Медину был организован прямой чартерный рейс, который за 4 часа доставил группу паломников на священные земли. Обычно регулярные транзитные рейсы до Лучезарной Медины занимают половину суток, но прямой чартер в священный город сократил время до 4 часов. В Медине паломников ждет посещение главной мечети, затем они отправятся в Мекку, где и будут выполнять уже непосредственные ритуалы Малого Хаджа. Большая милость Вишну Аллаха, что он нам дал такую возможность совершить умра вместе с Рамазаном. Это недавно было мечтой, сейчас, ахамдуллах, по милости Аллаха, есть возможность совершить свободную умра. И, как мы видим, с каждым годом увеличиваются желающие, которые хотят совершить умра. Воистину, умра, совершенная во время Рамадана, приравнивается к совершению хаджа вместе с пророком. Таково вознаграждение за малое паломничество. Многие мечтают провести месяц Рамадан на святых землях. И те, кто смог воплотить свои желания, переполнены счастьем и радостью. Малый Хадж в месяц Рамадан от компании «Рамадан» и «Марва» совершат более 800 человек. Дагестанские паломники в Саудовской Аравии останутся до праздника Идульфитр и уже затем вернутся на родину. Обратные рейсы в Махачкалу запланированы на 6 и 7 июня. Камиль Девятов, Курбан Рагимов, телеканал ННТ, Махачкала. Команды ДГУ по волейболу стала лучшей на всероссийских студенческих соревнованиях, проходивших в Вологде. В споре за чемпионство подопечные тренера Магомеда Гайрбекова выиграли 4 встречи. Поочередно они взяли верх над местными волейболистами, а также над командами из Архангельска, Севтывкара и Нижнего Новгорода. Добавлю, что победа на этом турнире досталась студентам до госуниверситета уже во второй раз. Впервые они стали обладателями трофеи в 2017 году. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин